Евгений, приветствую. Добрый день. Вот, знаете, я посмотрел ваш эфир с Ксенией Лариной. И всем нашим зрителям рекомендую посмотреть отличный эфир. Сойдите на канал Евгения Киселева, подпишитесь на него, и вот найдите конкретно это интервью с Ксенией Лариной, где, помимо всех остальных тем, вы обсуждали тот спор, который у меня лично вышел на этой неделе с Михаилом Ходорковским. Я там сформулировал свое отношение к этому спору. Я считаю, что вы, Илья Владимирович. Сейчас, скажите, я просто для зрителей скажу, в чем суть вопроса. То, что Михаил Ходорковский выступил на немецком, я не скажу, что он политический, но общественном форуме, где сделал такой апокалиптический прогноз, что вот Украина проиграет войну, ей поэтому надо помогать, а то, значит, во-первых, вся ее территория будет оккупирована, Харьков и Одесса в этом году, остальная территория в следующем году. И дальше только если вот Запад сделает протекторат над Западной Украиной, и вообще надо готовиться к тому, что будут соединенные русские и украинские части, которые потом пойдут в атаку на Европу. Вот это была суть прогноза в Украине на эту тему. Просто вихрь эмоций. Поэтому я не мог не отреагировать, я про это написал. И, конечно, это такой сейчас вот, мне задают про это вопрос украинские каналы буквально каждый день. При этом вы в диалоге с Лариной сказали, что Ходорковский сказал, что это может быть такой вот сценарий, но он говорил довольно утвердительно о том, что так оно произойдет, что, значит, вот уже военного решения этого конфликта нет, уже Запад опоздал, и, ну, я разговаривал с Михаилом Грищевым, он сказал, я, да, хотел их, значит, максимально простимулировать, чтобы они, значит, начали Украине помогать, но вот весь контекст, он вызвал очень негативную реакцию. Ну, вот теперь я хотел, соответственно, задать вам вопрос, потому что вопрос мой, он основной, так скажем, про ответственность, да. У нас, может быть, разное отношение к тому, что стоит или не стоит говорить с политической, там, точки зрения, потому что мне, например, кажется, что западникам лучше говорить о том, что победа возможна, что она вот-вот, и поэтому надо еще чуть-чуть поднажать, и будет обязательно победа. Ну, вот американцам точно, во всяком случае, вот им, если говорить о том, что все пропало, они, значит, прекращают помогать. Вот, европейцы, может быть, по-другому, я гораздо хуже их знаю. Но сам факт того, что это говорит один из лидеров российской оппозиции, приводит к тому, что наши друзья украинские начинают говорить, вот все вы, значит, в российской оппозиции одинаковые, вы в Украину не верите, от вас никакого проку и так далее. Что вы думаете? Нет, во-первых, я думаю, что тот комментарий, который вы, Илья Владимирович, опубликовали на своей странице в Фейсбуке, является, я бы сказал так, нечестной манипуляцией. Вот, не побоюсь такой жесткой оценки, потому что Кадарковский говорит пять минут. Я вот только что, готовясь к нашему разговору, специально пересмотрел. Он говорит об объемах помощи, которые, помощи, которая оказывает, военной помощи, которая оказывает коллективный Запад. Да, вот этот кусок, да. В Украине. Он говорит о том, что это 88 миллиардов долларов в прошлом году, 0,25% ВВП вот этого самого коллективного Запада. Без американской помощи дела, вот этих американской помощи, которая приостановилась на 7 месяцев, дела еще хуже. Он говорит, что это при том, что только ВВП одной отдельно взятой Германии вдвое превышает ВВП Российской Федерации. И, тем не менее, помощь, суммарная помощь, которую оказывает, вот, повторяю, коллективный Запад во главе с Германией, которая в данном случае по объемам как военной, так и финансовой помощи занимает сейчас, как известно, в Европе первое место, это я уже от себя добавляю, не сопоставим с теми расходами, которые несет Российская Федерация на войну. Она тратит 120 миллиардов долларов в год, при том, что цены на многие компоненты вооружения и боевой техники гораздо ниже, чем те сцены, которые закладываются в объемы предоставляемой помощи. Я здесь не готов комментировать конкретные примеры. Обсед, это все, он совершенно прав, совершенно правильно все, да. Цифры, которые он назвал, правильные и прекрасно сделал, что он это сделал. Я у военных экспертов спросил, правда ли, что Россия тратит на один снаряд 152-го калибра 500 долларов, а западный снаряд для 155-миллиметровой гаубицы натовского образца стоит чуть ли не 5-8 тысяч евро. Я, кстати, другую цифру слышал от одного из высокопоставленных военачальников украинских, который называл цифру в 3 миллиона евро. Неважно, да? Неважно, да. От 10 до 6 раз разница там, условно говоря. И, значит, последняя фраза, которую говорит Ходорковский. Я вот записал это. Вот, господа, мое отношение к политике Германии, выраженное откровенно. То есть это был риторический прием для того, чтобы действительно там холодную душу строить немцам и всем прочим представителям коллективного Запада, которые, как я считаю, и прежде всего это относится к американцам, недостаточно помогают Украине. У них есть значительно больше возможностей. У них отсутствует политическая воля, и они живут по-прежнему в парадигме патологического ужаса, так называемой эскалации, которое так и не произошло за последние два с лишним года, пока ведется ширкомасштабная агрессивная война Российской Федерации против Украины. Потому что еще в самом первом выступлении, чуть ли не в том самом, где Путин объявлял о начале так называемой специальной военной операции, объявлял войну Украине, он, вы же помните, пальцем грозил. И попробуйте, если кто-нибудь попробует помешать целям и осуществлению нашей специальной военной операции, то получит беспощадный удар, о котором он будет долго жалеть. Да-да, Евгений Алексеевич. Вы, что получил кто-либо за два с половиной года беспощадный удар. И все остальное, что вы понимаете, я прошу прощения, позвольте, это важный разговор, и позвольте мне все-таки закончить свою мысль. То, что вы приписываете Ходорковскому, это, извините меня, действительности не соответствует. Он нигде не говорит, что это тупик, он нигде не призывает установить протекторат над частью территории Украины, он нигде не говорит о том, о чем, как вы утверждаете в своем тексте, он намекает или имеется в виду между строк. Это напоминает мне, знаете что? Вот в свое время, в декабре 1992 года, тогдашний министр иностранных дел России, который не скрывал ни своих демократических убеждений, ни своих прозападных ориентаций, Андрей Козырев неожиданно выступил на совещании в верхах, тогда это еще было не ОБСЕ, а тогда еще это было СБСЕ, совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он вышел на трибуну и сказал, что я уполномочен заявить о некоторых важных коррективах в российской внешней политике. И дальше стал говорить о том, что у России теперь есть зоны особых интересов, что Россия с этим не будет мириться, с тем не будет мириться. В общем, короче говоря, описал на самом деле в весьма мягкой форме ту внешнюю политику, которая сейчас проводится Путиным. И ушел с трибуны. Залбил в шоке. Через минуту он вернулся и сказал, что простите, пожалуйста, это была шутка, это был розыгрыш. Я просто хотел рассказать вам о том, какой может стать внешняя политика России, если вы, уважаемые господа, не будете оказывать должную поддержку и помощь демократическим реформам и экономическим реформам, которые сейчас проходят в постсоветской России. Это был на исходе первый год реформ. Евгений Алексеевич, В общем, это то же самое сейчас сделал Ходорковский. Да, вы поскольку... Я могу согласиться с тем, что... Евгений Алексеевич, извините, я перебил. То есть вы журналист гораздо более профессиональный, чем я. Вы сами знаете о том, что есть ограничения по времени. Вот у нас итоговая программа. Я слежу за временем. Да, значит... Смотрите, у меня этот секундомер включен. Да, смотрите, значит... Вот видите. Видите, вот я живой профессионал. Значит, когда Козырев про это говорил, вот вы уже очень правильно сказали, он это сказал, а потом он сказал, ну вот видите, да, это вот так будет, если вы не сделаете там-то вот это вот это вот. Ходорковский же не так сказал, да? Он сказал, вот мое отношение к политике Германии. Да, он сказал, вот мое отношение. Вот что будет результатом политики нынешней Германии, если она не поменяется. Да, он просто сказал, это мое к этому отношение. Значит, он говорил утвердительно. И самое главное, что это вполне совпадает с тем, что он говорит и в других аудиториях относительно того, что он теряет веру в то, что Украина может победить. Когда сейчас вот был форум львовский, то он эту мысль повторил. То есть, он, я очень благодарен за то, что он пришел, Невзин пришел, там, значит, другие люди. Вот, много говорил правильно. Вообще, я главное, с тем, что сказал Ходорковский, чтобы было понятно, я это и в статье этой написал, вы сами тоже тут манипулируете. То есть, я с этим согласен. Я согласен с тем, что... Можно было бы предположить, конечно, что... Сейчас, да. Значит, что военного решения уже на данный момент нет. Этот момент упущен. Это военное решение существовало где-то до весны 23-го года. А сейчас его не существует. Просто вопрос в том, что дальше же Ходорковский строит свою политическую стратегию относительно того, насколько он верит в возможности или невозможности. Он нам всем сказал, громко и публично, о том, что он не верит в силовое сопротивление, потому что он будет отставать, что мы не сможем его нарастить до нужного размера. И поэтому, как вывод, что надо сосредотачиваться не на поддержке силовой борьбы, а на, значит, ненасильственном широком гражданском движении, которое бы развивалось в отрыве от того, что происходит в Украине само по себе, что с Украиной надо поддерживать хорошие отношения, и поэтому он пришел на форум во Львове. Но, тем не менее, что политическая стратегия российской оппозиции должна строиться совершенно отдельно от стратегии Украины и вообще, значит, победе в войне. Тут Ходорковский очень сильно расходится, наверное, с позиции другого уважаемого деятеля оппозиции, Гарри Каспарова, который всю свою стратегию строит как раз через взаимодействие с Украиной. И на самом деле именно это была статья, потому что это именно в этом я с Ходорковским не согласен. И я как раз в конце этой статьи написал о том, что я очень надеюсь, что эта позиция изменится. И в итоге Ходорковский во Львов пришел, но онлайн, но тем не менее это все высказал. Вот как вы считаете, возможно ли, что вот эти две части российской оппозиции, та, которая выступает за широкое гражданское движение, и та часть, которая выступает за силовую борьбу, начали бы друг с другом не конкурировать, а друг с другом поддерживать. Возможно ли это, и что для этого надо сделать? Ну, послушайте, давайте так, Илья Владимирович, во-первых, я ориентируюсь только на то выступление, которое я видел и слышал. Давайте сразу, вот я еще раз хочу повторить. я говорю и комментирую выступление Михаила Ходорковского, пятиминутное, на немецком форуме Центра Виберальной Модели. Вы же в Берлине же слышали его выступление на антивоенном комитете? Я не слышал выступление на антивоенном комитете, потому что я там не был и не имел возможности принимать участие. Вы участник АВК, но он просто там сказал то же самое. Он вообще давно последовал. Он там сказал то же самое. Дальше. Значит, я еще раз, упростите, у меня... Евгений Алексеевич, потеряли мы связь, сейчас попробуем... У меня просто покачнулся и начал падать штатив, на котором установлена моя камера. Простите, ради бога. Дальше. Я не знаю, что говорил Ходорковский в своем выступлении на вот этом самом Львовском форуме. Вообще, Львовский форум стал для меня некоторой неожиданностью, потому что я не знал, что у нас, оказывается, есть еще вот такая организация, которая называется Форум Российской Оппозиции в поддержку Украины. Это не организация, это форум, чисто, это не организация. Хотя на этом форуме решили создавать структуру. При этом я уже читаю, мне сегодня пришел пресс-релиз, в котором говорится, я прошу прощения, я должен открыть его, чтобы ничего не соврать, хочу процитировать дословно. Я вижу, что там фигурирует, некий организатором является некий неизвестный мне благотворительный фонд 24-02. Не знаю, что это за фонд. Это фонд при Легионе Свобода России. Это фонд, который создали жены и родные бойцов Легиона Свобода России, там, нескольких погибших, ребят и действующих ребят, они сделали для поддержки российских добровольцев. Так, прекрасно. Прекрасно, конечно бы, хорошо бы такие вещи объяснять. Говорю я авторам пресс-релиза. Я передам, Евгений Алексеевич, я с вами тут тоже согласен на 100% хорошо бы объяснять. И дальше. По результатам форума были сформированы постоянно работающие комитеты военно-политические, финансово-гуманитарные, информационные, культурные и правозащитные. Каждый из этих комитетов до следующего форума обязуется наработать реальные решения актуальных проблем. Это уже речь идет о какой-то, простите, новой организации, раз возникают вот такие вот постоянно действующие комитеты. мне право интересно, а кто вошел в состав этих постоянно действующих комитетов. Евгений, чтобы мы не забегали... С кем это согласовано? Я могу, например, сказать, удивительным образом. Мне очень хотелось давно поговорить о том все-таки, что такое Легион Свободной России с представителем этого самого Легиона. У меня сегодня было намечено интервью с господином Барановским, Алексеем Барановским, который представлялся раньше как представитель, как споуксмен этого самого Легиона Свободы России. Нет, он никогда не был представителем Легиона, он был представителем Съезда народа депутатов, а в Легионе он боец батальона, который занимается дронами одного из четырех батальонов Легиона. Но он часто... Он боец Легиона. Я его пригласил... Простите, простите, Илья, я познакомился с ним на одном из форумов, которые организовывал то ли антивоенный комитет, то ли форум Свободной России. Вот сейчас честно говоря уже не помню. ФСР. Наверное, это был все-таки форум Свободной России. Дело было в Варшаве. Наверное... Ну, только что 14 мая, да. Он там выступал. Нет, это было раньше. Тогда в Вильнюсе. Тогда предыдущий он на Вильнюсе. Да, может быть, было это в Виль... А может быть, еще раньше в Берлине в Ратнистану. Но я не раз уже видел его выступление, в котором он говорил от имени Легиона Свободной России. Но он боец Легиона, может говорить, да. Да. Короче говоря, обещал интервью, оно было у меня назначено с ним сегодня на 5 часов. Оно бы через час у меня началось по среднеевропейскому времени. Но при этом утром от него пришло сообщение, что его руководство отменило его выступление. Совпадение, как говорит мой, даже не однофамилец, не думаю. Евгений Алексеевич, тут скорее... Судя по всему, судя по всему, мой вывод, говорю об этом публично, судя по всему, вот это самое непонятное руководство Легиона Свободной России, я не знаю, что это за руководство, кто эти люди, это офицеры, которые командуют этим Легионом, то же самое, какие-то добровольцы. А может быть это руководители главного управления разведки Министерства обороны? Нет, это офицеры, которые командуют Легионом. По тем или иным причинам они решили, что Евгений Киселев не является достойным или, скажем, достаточно лояльным собеседником для этого самого Алексея Бородовского. Давайте, мы сейчас в эфире точно это говорить неправильно, я еще раз, мы вас все очень любим, это абсолютно без значатка и уважаем, и... Тем не менее, значит, Илья, значит, ну просто Алексеев, я... Вы позвольте мне закончить мою мысль? Ну, просто вы... Позвольте мне закончить мою мысль? Значит, у меня есть большие сомнения о том, не используют ли некоторых российских оппозиционеров или, скажем, некоторых деятелей российского антипутинского сопротивления в пропагандистских пиаровских целях? Ну, я считаю, что, конечно, это не так, Алексей находится сейчас просто в действующей армии, на фронте, не... вы же сказали, про... Я не говорю не про Алексея, вы только что говорили про Алексея. Я говорю... Нет, нет, интервью отменилось. Ну, потому что Алексей воюет, потому что идут боевые действия. неудобные вопросы. Я бы начал задавать неудобные вопросы, потому что у меня до сих пор не проходит сомнения относительно того, что, в принципе, при всем уважении к мужественным людям, которые соглашаются взять в руки оружие и воевать в этом самом легионе, как, впрочем, и в русском добровольческом корпусе, и в сибирском батальоне, и в каких-то других подразделениях интернациональных, я не могу избавиться от ощущения, что в конечном итоге это упражнение в области public relations, что это чисто ипсо. Потому что я не верю в то, что нет тысяч людей из вот миллионов, которые поддерживают Путина, что там не наберется 10, 20, 30 тысяч горячих голов, которые бы готовы были вступить в ряды этого самого легиона или русского добровольческого корпуса. Евгений Алексеевич, Майсящич, я удивляюсь того, когда мне тот же самый, не буду называть никакие фамилии, когда мне говорят, что а добровольцев нет, а нету добровольцев. А нету и быть не может, потому что русские, и они вот такие. Евгений Алексеевич, смотрите, я же не хочу вас грубо просто перебивать, но у нас реально заканчивается, не то что заканчивается, а закончилось уже 10 минут назад время, то есть, которое мы отводили для того, чтобы поговорить на эту тему. А вы больше 10 лишних минут с Гельманом разговаривали? Не, не 10, у меня график, у меня тоже зигут добер передо мной, вот, значит, но я просто хочу сказать, Алексей находится на фронте, сейчас идут активная фаза боевых действий в Овчанске, и два из четырех батальонов легиона находятся в этой зоне, еще два находятся в Часов-Яре, из-за этого ни Алексей, ни Цезарь, например, не смогли принять участие в работе вот этого Львовского форума, там были другие представители легиона, которых возглавляла ЗИРК, которые были из, значит, с учебной базы приехали, но ребята находятся на фронте, мы к интервью с вами относимся очень серьезно, и вы один из самых ярких и известных журналистов, тут ничего не должно быть такого этого скандачка, поэтому я от лица Алексея извиняюсь, что, значит, есть этот перенос, но я вам точно хочу сказать, что не берите это лично каким-то образом, обязательно это интервью будет, но это будет действительно решать руководство легиона, его военное командование, оно сначала бойцов решает, что они должны делать с военной точки зрения, а уже потом в свободное от боевых действий время они могут раздавать соответственно интервью, но оно, конечно, обязательно случится. Я на этом, извиняюсь, я просто должен закончить, но я вам предлагаю, если хотите, можем у вас на канале, сделать развернутый разговор на эту тему, потому что меня задевает, когда вы говорили про манипуляцию с моей стороны, я считаю, что в моей публикации по Ходорковскому нету никакой манипуляции, она абсолютно четкая, более того, она очень спокойная, и главное, она направлена на то, чтобы мы все работали бы вместе, и есть полемика, говорю о том, чем я не согласен с тем, что он говорит, говорю с тем, чем я согласен, тем, что он там соответственно сказал, но здесь нету никакого натягивания одеяла на себя и так далее, я выступаю за то, что на этом форуме во Львове говорил Невзлин, а именно то, чтобы российская оппозиция на равноправной основе формировала общие координационные структуры, в которых бы каждый знал, чем он занимается, кто занимается ненасильственной борьбой, кто занимается информационными расследованиями, кто занимается финансами, кто занимается западными элитами, а кто занимается войной на фронте, и кто занимается партизанскими действиями, все это нужно для того, чтобы у нас была наша общая победа. И вот это является последовательным подходом, который мы пытаемся проводить. Давайте его обсудим у вас в эфире, я буду очень рад, если вы захотите на эту тему поговорить. Попробуем. Хорошо. Евгений Алексеевич Киселев, известный российский журналист, был в эфире утро февраля, но вот у нас получился такой спор, видите, это был экспромт. Спасибо вам большое.